Всем привет! С вами астролог Лилия Любимова, и это прогноз на начало недели с 9 по 12 апреля, соответственно. Весь начальный период пройдет под эгидой того, что спортивные нагрузки, в общем-то, не рекомендованы. На протяжении всех четырех дней, с понедельника по четверг, очень велик риск травм. Поэтому планируйте ваши ежедневные тренировки таким образом, чтобы они были скорее рутинными, нежели чем сложными, пиковыми и тяжелыми. Отработку серьезных и сложных элементов оставьте, пожалуйста, до следующей недели. А эта неделя у нас пройдет под знаком спокойных и таких умеренных нагрузок, если уж их совсем нельзя отложить. Самый противный день на неделе – это понедельник, 9 апреля. Здесь велик не только риск травм, но и конфликтов, скандалов, а также вообще любые запланированные мероприятия на понедельник, благодаря Луне в Водолее, а также сходящейся квадратуре Солнца к Плутону, могут пойти не таким вариантом, как вы их планировали, а как-то совершенно по-другому. Поэтому от каких-то серьезных проектов в этот день лучше отказаться. 10 апреля во вторник следует быть особенно аккуратными в первой половине дня. Луна замкнет сложную конфигурацию под названием Черный Крест в районе 12 часов дня по Москве. Поэтому с 11 до часу будьте особенно бдительны. Вообще это период, когда лучше избегать всего, что может принести какой-то негативный эффект. Вместо большого скопления народа лучше быть поаккуратнее за рулем. Важные встречи, переговоры не стоит назначать на этот период, а также делать серьезные покупки. Так что будьте аккуратны, вторник, тяжелый день, и проведите его как-то, в общем, с учетом царой пословицы «предупрежден вооружен». Среда, 11 апреля, уже чуть легче. Звезды потихоньку начинают успокаиваться в своем негативном влиянии, но Луна без курса на протяжении второй половины дня может точно так же подпортить многие дела. Как я и говорила, к сожалению, неделя подходит для того, чтобы прожить ее по принципу «тише едешь, дальше будешь». Так что планирование важных и серьезных дел мы все еще откладываем до хотя бы следующей недели. Ну и, наконец, в четверг, 12 апреля, можно себе позволить выдохнуть чуть-чуть после первых трех сложных дней и сходить по магазинам, доставить себе какую-то небольшую радость легкими приятными покупками, связанными, во-первых, с индустрией красоты. Новый крем, тени, косметика – это особенно приятно для женщин, будут весьма кстати в этот день. Во всем остальном вспоминаем все предыдущие рекомендации. В спортивных нагрузках и деловой жизни переусердствовать не стоит. Всем комфортного начала недели. Всем привет! С вами астролог Лилия Любимова. И это прогноз на уикенд с 13 по 15 апреля, соответственно. 13 апреля, хоть и пятница 13, однако, с точки зрения планетарных положений, это лучший день на текущей неделе. Именно сегодня можно позволить себе нагрузки. Я надеюсь, вы не суеверны, ведь, честно говоря, звездам наплевать на число 13. И вообще, 13 лунный день, кстати, считается очень хорошим, сильным и магическим днем в том числе. Так что страх перед числом 13 реальности не имеет серьезных оснований. Так вот, пятница – отличный день для многих дел, в частности, для долгожданных, сложных физических упражнений и элементов. Так что проведите его с учетом того, что в эту пятницу звезды будут к нам настроены крайне позитивно. Суббота все еще хороший день, и именно сегодня вы можете почувствовать большой прилив физических сил, желание покорить весь мир, все изменить, переделать и так далее. С точки зрения деловой жизни и каких-то бизнес-процессов я не рекомендую это делать. Ну, во-первых, суббота, а во-вторых, не забываем, что до 14 апреля Меркурий – планета, отвечающая за деловую жизнь, все еще в ретроградной фазе. Поэтому направьте вашу энергию, которой вы можете действительно быть полны с утра в субботу, на всякие мирные цели, в частности, на дела домашние, на какие-то покупки, а также, конечно же, на свою физическую форму. Это будет весьма уместно. Ну, а в воскресенье все-таки рекомендуется расслабиться. Прохождение Марса, планеты, ответственной за нашу физическую активность через неприятный градус Козерога, говорит о том, что сегодня полезно помнить две вещи. Первое – поспешишь, людей насмешишь. И второе – что вообще мир принадлежит терпеливым. Так что воскресенье проводим в спокойном и комфортном режиме. Всем хорошего уикенда!